Работу отдела по вопросам миграции проинспектировала специальная комиссия во главе с начальником полиции Олегом Яковлевым. Также в состав группы вошли представители общественного совета при ОМВД и наша съемочная группа. В первую очередь проверяющие акцентировали внимание на информационном обеспечении, наличии условий для приема граждан, обратившихся в отдел с заявлением, а также коммуникабельных сотрудников органов внутренних дел. Студент третьего курса Ненинского аграрно-экономического техникума Геннадий Вокуев в отдел обратился за получением заграничного паспорта. Этот документ юноше потребовался впервые. Через госслуги вообще никаких очередей нет. Просто оплатил госпошину, заявление оформил и все. И просто мне потом перезвонили, уточнились, все ли правильно и все. Сказали ждать. Техникум ведет тесное международное сотрудничество, поэтому у студентов постоянно возникает необходимость в получении подобного рода документов. В том числе это различные международные конкурсы, профессиональные мастерства. В разных странах они, так я предполагаю, будут. Соответственно, мы сейчас будем со студентами также оформлять загранпаспорт и пользоваться государственной услугой. Нас очень сильно устраивает, что сегодня такая услуга появилась. Онлайн можно сделать, как уже отмечалось, это без очередей. В любое время мы садимся, даже в рамках нашего учебного процесса, после окончания занятий, мы садимся, заполняем документы. То есть не надо никуда, в принципе, выходить и, соответственно, выставить какие-то очереди. Действительно, первое, что бросается в глаза – отсутствие каких-либо очередей. Граждане, пришедшие в отдел по вопросам миграции, не толпятся у дверей кабинетов в ожидании своей очереди на получение государственных услуг. На информационных стендах актуальные данные, разъяснения и требования к оформлению необходимых документов. У нас временной регламент, указан президенту определён, мы должны оказать госуслугу в течение 15 минут. Вот, как у нас соблюдается на территории округа, испытываем ли мы какие-нибудь проблемы по временному параметру оказания услуг населения. Вот сейчас у нас с 9 до часа идёт приём. Граждан у нас не так много, потому что практически все уже поняли преимущество государственного портала. И поэтому люди стараются всё-таки обратиться через госпортал. Кроме того, начальник отдела по вопросам миграции Ирина Ермолина провела небольшую экскурсию по кабинетам сотрудников. Сколько у нас было жалоб со стороны населения по некачественному, несвоевременному оказанию государственных услуг в течение последних полгода? Не было. Проверяющие обратили внимание на профессионализм сотрудников отдела по вопросам миграции и отметили вежливость и корректность в обращении с гражданами. У меня возникал вопрос по взаимодействию с населением, которое проживает в населённых пунктах округа, то есть в отдалении. Была раньше такая проблема при выдаче паспортов. Сейчас это успешно реализуется на базе многофункционального центра, поэтому таких проблем уже нет. И я думаю, что жалоб со стороны граждан не возникает. Кроме того, существует возможность получить государственные услуги в электронном виде по линии информационного центра отдела ГИБДД, отдела по вопросам миграции, отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также добровольного дактилоскопирования граждан, оплатив при этом госпошлину с 30-процентной скидкой, в частности, услуги отдела по вопросам миграции и отдела ГИБДД. Скидка на госпошлину продлена до 1 января 2021 года.